Всем привет! В этот раз решил снять подробный ролик. Пишите в комментариях, как вам такой формат. Сначала подготовим говяжий бульон. Кладем в холодную воду мясо, лук, морковь. После того, как закипит, снимаем пену и добавляем лавровый лист и черный перец. Варим 3 часа на медленном огне, а затем процеживаем. Свеклу поливаем оливковым маслом, добавляем соль, перец и отправляем запекаться на полтора часа. Готовую свеклу натираем на крупной терке. Морковь и лук нарезаем соломкой. Нажариваем морковь, после этого добавляем лук, дальше добавляем свеклу. Сразу же 2 столовые ложки томатной пасты. Добавляем столовую ложку винного уксуса, сахара, 1 половник говяжьего бульона и оставляем тушиться на 10 минут. Капусту делим на 4 части и избавляемся от жесткой сердцевины. Прижимаем листья и мелко шинкуем. Картошку шинкуем небольшими брусочками. Овощи отправляем в бульон и готовим до полуготовности примерно 7-8 минут. Добавляем зажарку и готовим до готовности всех овощей примерно 8 минут. Мясо нарезаем небольшими брусочками и отправляем к овощам. Приготовим букет гарни. Чеснок, тимьян и лавровый лист связываем ниткой и отправляем в готовый суп. Через 15 минут убираем букет, добавляем соль, перец и даем супу настояться 2-3 часа. Для пампушек нам понадобится 2 желтка. Просеять муку, добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Добавляем в муку кефир, желтки и воду. Замешиваем текста с помощью миксера или вручную. Готовое тесто отправляем в теплое место на 30 минут. Смазываем форму сливочным маслом и формируем из теста небольшие шарики. После даем постоять еще 30 минут. Смешиваем желток, столовую ложку сметаны и наносим сверху на пампушке. Отправляем в духовку на 180 градусов на 25 минут. В растопленном сливочном масле обжариваем мелко нарезанный чеснок. Затем добавляем нарезанную петрушку. Пампушки покрываем получившейся смесью. В борщ добавляем сметану и рубленную зелень. Это очень вкусно. Приятного вам аппетита и не забудьте подписаться. Очень вкусно. Пахнет так вкусно, как у бабушки в деревне.